Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов в Красноярске, Минусинске и Назарове. До 3 февраля продлили режим НМУ. В Таёжном и Каннске люди жалуются на горящие отходы лесопиления. В общем, вопросы экологии – это одни из самых важных вопросов, которые волнуют люди. И вот сегодня с нами на связи Павел Борзых, министр экологии и рациональной природопользования Красноярского края. Павел Ильич, здравствуйте! Добрый день, Ян. Давайте начнем все-таки вот с этих актуальных вопросов, которые многие волнуют. В Красноярске продлен режим неблагоприятных метеоусловий. Неоднократно в СМИ появлялись информации, что мы на ТЭЦ строим новые трубы, что многие наши предприятия вводят новые очистные сооружения. Но тем не менее, вот когда наступает режим неблагоприятных метеоусловий, люди все равно видят, что в Красноярске, ну, скажем так честно, дышать нечем. А почему так происходит? Да, абсолютно верно. Ну, вот смотрите, существует как минимум три основных направления, про которые мы всегда говорим. Это крупные промышленные предприятия, если не более-менее все понятно, поскольку они либо модернизируют производство и имеют свои какие-то планы по улучшению экологической обстановки на своих территориях. Это транспорт, про который мы говорим, и его в городе Красноярске достаточное количество. И это те частные домовладения, которые используют в качестве теплогенерации уголь. Поэтому электричество ли, газ ли, про которые мы говорим, либо переключение на централизованные теплоснабжения, вот эти все мероприятия позволяют достигать эффекта. Но эффекта пока не видно. Эффекта пока не видно. В 21-м году мы подписали новый комплексный план по городу Красноярску. В числе прочего мы зафиксировали, что у нас будет переключение частных домовладений на более эффективное экологическое электрическое отопление. В настоящий момент на уровне Российской Федерации как раз и в финальной стадии рассмотрения доведения этих денег. Либо это будет через федеральный проект «Чистый воздух» и на рассмотрение Виктории Валерьевны Абрамченко находится. Либо это будет новый федеральный проект, который так и называется. Реабилитация отдельных нарушенных территорий на территории Красноярского проекта. Отдельный проект? Отдельный проект. Это в рамках того финансирования, которое зарезервировано в Российской Федерации, в рамках того штрафа, который был уплачен НТЭКом в 2020 году. Это вот за разлив в Норильске, да? То есть вот на эти деньги... А что это, наверное. То есть на эти деньги может быть улучшена экология не только в Норильске, но и в других городах Красноярского края? Мы говорим сейчас про города, которые входят в федеральный проект «Чистый воздух». В данный момент у нас два города, которые там находятся. Это город Красноярск, это город Норильск. У города Норильска своя история, там серные проекты. Собственно, реализация этого серного проекта позволит радикально улучшить атмосферу воздуха города Норильска и городов-спытников. По городу Красноярску этот комплексный план реализуется в том числе и за счет денег, которые мы ожидаем в качестве возврата. Павел Владимирович, вот когда все-таки в Красноярске мы почувствуем, что вот объявляют режим ММУ, а у нас вот можно хотя бы увидеть противоположный берег? По моему личному ощущению, как только мы с вами переключим даже половину от наших небольших строений на более экологичный вид, мы уже в этот момент почувствуем улучшение атмосферного воздуха. А режим неблагоприятных видеословий ровно об этом и говорит, что застаивается то, что мы производим в приземном слое, оно остается в приземном слое. Уж незамерзающие не сень и другие факторы не позволяют, мы как под крышкой находимся в кастрюле, эти загрязняющие вещества остаются здесь. Поэтому сказать, что в режиме ММУ будет абсолютно кристальный воздух, такой же, как при ветре в 10-15 метров в секунду, наверное, сложно ожидать. Но все-таки планы на какой год рассчитаны? Комплексные планы по федеральному проекту чистый воздух до 2024 года, не исключаю, что это будет и пролонгация этих самых планов. Вот, в числе прочего, вы задали вопрос справедливый, а это распространяется на все города, которые в Красноярском крае. Тут необходимо отметить, что мы, не дожидаясь включения в федеральный проект чистый воздух, таких городов, как Минусинск, Лесосибирский, Ачинск, а мы такие инициативы подали летом 2021 года, и мы ожидаем, что летом 2022-го эти города будут рассмотрены на уровне правительства Российской Федерации и будут включены наряду с теми, о которой мы говорим, Красноярск и Норильск. Мы в отношении пяти малых городов разрабатываем так называемые комплексные планы по улучшению. Вот к тем трем городам, которые я назвал, Ищутканск и Назаровск. Ну, то есть, самые проблемные города, о которых мы сегодня с вами и будем разговаривать. Ну, вот вы упомянули Норильск, я знаю, что вы совсем недавно оттуда вернулись. Как там обстоят дела с восстановлением после вот той большой аварии, когда развелось топливо? Значит, то, что касается земельных участков. В рамках штрафа муниципалитет города Норильска вернулось порядка 700 миллионов рублей, это в 2021 году. Тут поставлена точка, земельные участки возвращены в исходное состояние, это первое. Второе, по водным объектам, которые прострадали в результате аварии, это ручей Безымянный, Долдыкан, Амбарная река Пясина, результат обследования показали, что 35 километров, которые нами изначально были погружены в проект, из них осталось загрязненными только 16 километров. В 2022-2023 разработка проектно-смертной документации, и в 2023 году мы приступаем, собственно, к очистке водного объекта. И это, опять же говорю, федеральные деньги, которые вернутся либо в рамках уже федерального проекта СУБО, сохранение уникальных водных объектов. И эту работу мы ведем вот сейчас с нашими коллегами из Росфорд-ресурсов. Либо это вот отдельный федеральный проект для Красноярского города. Вы упомянули Минусинск. В Минусинске люди тоже жалуются на то, что когда у них режим неблагоприятных метеоусловий, там дышать практически невозможно. Да и не только в режиме НМУ. Какая все-таки там самая главная на вас дает проблема, и как она будет решаться? Значит, абсолютно точно можно утверждать, что самая главная проблема по Минусинску – 12 тысяч домовладений, которые не имеют централизованного отопления, не подключены к нему, используют в качестве отопления в зимний период угольную генерацию. И все это в рамках Минусинской котловины варится гораздо даже активнее, нежели в городе Красноярске. Поэтому тот комплексный план, про который мы говорим, предусматривает как переключение на электричество, так и переключение на центральное теплоснабжение, где это возможно. Возможно где-то использовать другие виды топлива, в том числе брикеты бездымного угля, которые вот на этой неделе должны заехать в Минусинск. Пробная партия. Есть договоренность с СОЭКом, что бездымный уголь будет для Минусинска генерироваться в большем объеме. Но и справедливости ради можно сказать, что в этом году режим неблагоприятный в эти условия. Январь-тревка закончился больше, чем за весь 2021 год. Вот когда это все поменялось? То же самое Минусинск. Если бы комплексные планы более активно разработались в 2021 году, к чему мы неоднократно призывали коллег из муниципалитета, мы бы уже в 2021 году заявились на краевое финансирование. Пока речь о федеральном финансировании относительно Минусинска не идет по определению, потому что город не находится в федеральном проекте. Поэтому это будут краевые деньги, и тут собственно будет отрабатывать правительство Красноярского края. Как только летом текущего года мы увидим эти города, про которые я сказал чуть выше, в Минусинск, Ачинск и Лиссасибирск в федеральном проекте «Чистый воздух», мы пойдем за этими деньгами в федерацию. Ну а сейчас только краевые. Но краевых денег, насколько я понял, тоже пока не заложено, потому что в 2021 году, как вы говорите, муниципалитеты не сильно-то шевелились. Значит, в бюджете 2022 года пока в программу комплексного плана по Минусинск действительно не заложено ничего. Но, соответственно, сейчас мы над этой тематикой работаем правительством Красноярского края, в ближайшее время будет донаться. Еще два населенных пункта, которые сейчас тоже жалуются на «Чистый воздух», это Каннск и Таежный. Сейчас Каннское регионное хранилище законсервировано, оттуда парений нет. И то, что мы сейчас наблюдаем в городе Каннске, это работа лесоперерабатывающих компаний, лесопромышленников, которые накапливали отходы, и, соответственно, в пожароопасный период, в летний период, они сжигать не могут, они сжигают это в зимний период. На прошлой неделе там работала наша выездная экологическая лаборатория с экологическим надзором. А в отношении всех предприятий, на которые были жалобы, мы выехали, сейчас подаем список на проведение внеплановой проверки. По поводу «Богучан», нашумевшая история горения отходов лесопиления, в настоящий момент из прокуратуры «Богучанского района» в суд при остановке деятельности этого предприятия. Поэтому, как только будет понимание, мы вас проинформируем. Могут быть крайние меры, что предприятие просто-напросто закроют, тогда ситуация решится, да? Абсолютно верно. Но, собственно, штрафные санкции настолько минимальны, что предприятию выгоднее заплатить. И мы, соответственно, свои инициативы по этому поводу, изменяя федеральный КОАП, направили от министерства. Следующий шаг, который мы предпринимаем, это выход в суд на приостановку деятельности. А в данной ситуации этот иск направил прокурору «Богучанского района». Я полагаю, что в течение следующей недели будет принято решение о согласовании нам внеплановой проверки, по итогам которой мы доложим. Давайте перейдем теперь к мусорной теме. На прошлой неделе, в принципе, гром среди ясного неба, прозвучало, что правобережный рекоператор Ростех лишил лицензии на вывоз мусора. Я говорю о Красноярске. Как это скажется на оплате для людей? Сейчас ничего не меняется. Этот региональный оператор работает до тех пор, пока не будет назначен новый. Точно не сможет оператор, например, сказать, ну раз у меня отняли лицензию, то в таком случае я и делать ничего не буду. Там есть целый механизм контрдействий, которые есть у правительства Красноярского края в соответствии с федеральным законом. Рекоператор продолжает выполнять свой функционал, соответственно, есть право у регионального оператора обжаловать это в судебном порядке, что, собственно, и сделал региональный оператор правобережный. Ну а что касается других зон, там же он работает и в Железногорске, и на той мэрии, и в Норильске, здесь есть какие-то... Решение принято относительно одной технологической зоны правобережной. В остальных территориях региональный оператор работает в соответствии с нормативами, которые у него есть. Новый регоператор, насколько я понимаю, будет искать от трех до шести месяцев, по крайней мере, так было заявлено. Почему такой долгий срок? Есть необходимость подготовки конкурсной документации, собственно, само проведение конкурса, получение тарифа, и вот этот период как раз и занимает тот срок, про который мы говорили. Региональный оператор работает на рынке, и, собственно, сейчас уже реформа ТКО на территории Российской Федерации стала известна и понятна. Поэтому я не исключаю, что могут заявиться игроки, которые зарекомендовали себя в других субъектах, вполне положительно. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время связаться с нами. Спасибо большое за интервью. Планов много, но нам бы, как жителям Красноярского края, очень бы хотелось, чтобы эти планы уже, они осуществились, и мы, в конце концов, увидели и чистый воздух, и порядок с вывозом коммунальных отходов. Спасибо за приглашение. У нас сегодня на связи был Павел Барзых, министр экологии и рациональной природопользования Красноярского края. Всего доброго, до встречи, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин